Здравствуйте! В эфире Агрошколы. Я и ведущая Галина Ремезовская. Сегодня мы приехали в станицу Луганскую. Здесь сегодня пройдет семинар. Новейшая технология. Лучшие семинары России. Смотрите нашу сегодня передачу и вы получите большое удовольствие. И вырастите такие же томаты, как я сейчас держу в руке. Мы построили стратегию фирмы на том, чтобы было какое-то логичное сочетание между своей селекцией фирмы Сэмко Юниор и зарубежными лучшими селекционными достижениями. И сейчас могу гордо сказать, если мы начинали 20% собственного и, например, 80% импорта, у нас было, грубо так я скажу, просто чтобы вы ближе понимали. Сейчас, например, в томатной группе у нас соотношение 70-30. Мы являемся одной из лидирующих фирм, может быть и лидирующих, но в статистике нет, в детерминатных томатах в своем классе. То, что пришло на смену Андромедии, Нептуну и так далее. То есть томаты с высотой 50-70 сантиметров, 5-6 кистей, ограничение роста, компактное заливание кистей и так далее, и так далее. Но смысл в чем? Это все, что дублирует ту Андромедию, которая была. И поскольку источник был один, он находился в Приднестровье, в Приднестровском институте, то, естественно, как бы красиво не назывались все гибриды, Иришки, Ирины, Пети, Вани, Мани и так далее, все равно родительские линии находятся в одном месте. И как коньяк не разливай из одной бочки и не ставь звездочки так, все равно это одна бочка, и из нее получается тот коньяк, который и был. Другое дело, что подбор родительских линий может позволять где-то чуть-чуть ускорить сроки созревания, где-то быть чуть более устойчивым, где-то носик появляется. Но в основе все равно те самые линии, которые участвовали при создании вот той старой Андромеды, которую уже никто не помнит, того старого Нептуна, вот те вещи, которые пришли 15-20 лет назад под руководством Стрельниковой, Гусевой, Маштаковой и так далее. Мы на первом этапе, поскольку я сам отработал 10 лет в Союз Сортсимович, у меня был 10-летний 81-91 год, естественно, я как работник в Союз Сортсимович, я считал, что в Союз Сортсимович самое лучшее, но частных фирм не было же тогда в Советском Союзе. И поэтому, конечно, мы тоже шли этим путем. Но единственная новизна нашей фирмы заключалась, что уже в 81-м году понимали, что сортовой состав, сорта, они потихоньку изживают себя. Они важны были при крупном товарном производстве. И тогда, когда еще Минплодовачхоз был, все же прекрасно понимали, какие огромные площади были и гибриды, сорта были в основном. А когда все поменялось, ведь сейчас томаты, 90% в России томата производятся фермерами, то есть такими же, как вы, и только тепличные комбинаты 10% производят, и то постоянно идет спад. То есть в данном случае нам нужно было начинать работу с тем сегментом рынка, который определял лицо, у кого были деньги, потому что мы хотели вложить селекцию деньги и тут же забрать. Поэтому нужна была связь с фермером. С тепличными комбинатами мы, кстати, до сих пор не работаем. Это уже, наверное, так въелась нам кровь. Но и фермерский сектор у нас, например, в России развивается 20% прироста площадей под пленкой ежегодно. Можете себе представить, какие площади сейчас, так сказать, и какие шикарные перспективы. Поэтому мы начинали, естественно, с детерминатной группы гибридов. И мы построили себе цель. Какая цель была? Всем нужно было, мы работали в основном, Ростов, Краснодар. Наша была зона работы, еще Украины не было. И нам была поставлена задача дать раннюю спелость. Это стандарт, то есть обогнать. Дать при этой раннюю спелости массу плода 120-130 граммов, а не как у Андромеды и Нептуна, чтобы подходило где-то под 100, и там солнышко, слишком жарко, измельчание томата, и, пожалуйста, 90 грамм неконкурентоспособная масса. И устойчивость, тут пошел и куда спорим, уже и другие проблемы пошли. И нам удалось, используя в том числе и Приднестровскую селекцию частично, и часть зарубежных селекций, то есть линии были разные, мы создали тогда первую группу гибридов, и кто-то может на слух ее знает, сервер, сайт, слот. Но поскольку при создании этих гибридов использовались такие промышленные, сложные технологии, то и компьютерное название у них было. В данном случае сервер, сайт, слот, они и сейчас имеют очень хорошие показатели, но если кто-то может за нашей фирмы СИИ скажет, а почему я не говорю о фитофтуроустойчивых гибридах, 98-й, СМК-100, СМК-Союз, тот, который пришел на смену Нептуно. Но это уже совсем история, и потом, честно говоря, в этих гибридах не такая уж и была большая заслуга. Чтобы фитофтуроустойчивый гибрид СМК-98 создать, только Анна Харламенко-Маштакова потратила 20 лет своей жизни. Потом еще 5 лет мы добавили, так? Вот смотрите, гибрид шел 25 лет. Но если так построен, так извините, мне вот 52 сейчас года, так, ну что, я буду еще 25 лет ждать, чтобы... Мне хочется быстро. Раз сделали гибрид, продали, вернули деньги, снова сделали. То есть жизнь гибрида 3-4 года на рынке. Это нормально. Выдающиеся гибриды проживают на рынке 6-7 лет, ну максимум 10. Это тоже где-то уже ненормально. Почему? Потому что требования рынка и требования болезни и вирусов заставляют селекционные фирмы выдавать вам все новые и новые гибриды, которые решают те вопросы, которые вы ставите перед ними. Поэтому сервер, сайт слот, это было то новое, что мы предложили рынку. И на сегодняшний день, даже в испытаниях 2009 года, в Залещиках и в Тирасполе, слот дал с квадратного метра 15-9 килограмма. И то не за полный цикл, а всего лишь только этот двухмесячный сбор. 15-9 килограмма, это на индетах, когда вы получаете, 15-9, вы считаете, это хороший результат. Но если учесть, что за первые две недели слот отдает 8,7-9 килограмм, то никакая индета вам столько не отдаст. Причем качество плода хорошее, 120-130 грамм, насыщенно яркий свет, все при нем, габитус неплохой, и, собственно, возни никакой. И к тому же семена, извините, правильно вы говорили, стоят не 3 рубля семечка, как на нашем рынке, или 4 рубля семечка, а 20-30 копеек. А результат на рынке, и успеваете схватить цену, но нашим фермерам, я говорю, 40-50 рублей за килограмм. Транспортабельность, ну, ростовчане возят в Москву, с удовольствием продают, то есть 1,5-2 тысячи килограмм выдерживает. Но масса плода некоммерческая для Москвы, только ранняя продукция может быть такой массой, 120-130 грамм. Следующая генерация, которая уже через неделю идет, должна быть от массы 180-200, ну, а потом только крупноплодная группа. Поэтому на сегодняшний день мы даем массу, когда я говорю о массе плода, 120-130 грамм, это средняя масса. Вот этот парень сидит в СМК-18 сейчас, да? Видите, что здесь творится у него в СМК-18? Вот здесь будет 120-130 грамм. Николай Петрович, за лещики мы приехали, мы видели слот с массой по 200 граммов. Все зависит от полива, от технологий, от других вещей, но такую массу мы не можем вам выдавать в характеристиках, хотя вы, в принципе, можете спокойно этого добиваться. Мы даем то, что нам разрешено государством ставить в характеристики. Значит, 120-130, но в любом случае, какая бы жара ни была, какие бы проблемы ни были, меньше 120 грамм он не даст. Это вот такой плод, очень удобный, хороший, насыщенный красный цвет, а не белесые, пятен нет, ничего нет, он быстро дозревается, собрал бланжевые спелости, отправил, через 2-3 дня готов к продаже. Хочешь красным, он слабо растрескивается, хочешь красным, снимай и, как говорится, ввези на рынок. Сервер, сайт, слот. Но почему три гибрида? Например, если бы сейчас мы о залищиках говорили, конечно бы, я сейчас советовал бы вам работать с гибридом слот, потому что он наиболее логичен для многих регионов Украины, в том числе и для вашего. Кстати, слот хорошо пользуется, например, в станице Кривянской, ваши соседи, вот с той стороны, под Новочеркасском, это томатная столица Дона, вот там слот себя хорошо проявляет. Но, например, если бы москвичи сидели, конечно, я бы сказал, как и приди сайт. Сайт чуть быстрее слота. То есть нам, вот в Москве, короткий срок вегетации, нужно еще побыстрее, но мы бы сайт. Но, например, там, где жесткий фон и проблемы большие, могут выполнять свою задачу сервера. Но для вашего региона логичный был бы слот. Я еще не приступил к показу, это я только Оскар Камбарович там держит. Я просто говорю сейчас, куда мы шли, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Дальше мы поняли одну вещь, что если мы остановимся на сервере сайта и слоте и будем откатывать только эту программу, опять возникла проблема ультраскораспелости. То есть что такое ультраскораспелость или скороспелость? То есть мы считаем, что ультраскораспелым может называться томат, любой томат, не только нашей генерации, у которого срок вегетации 75-83 дня от появления всходов. Вот попадаешь в эту группу, назовем тебя ультраскораспелым, 83-100 скороспелый, 100-105 среднеспелый и так далее, и так далее. Но получается одна вещь. Чем меньше срок вегетации, тем меньше масса плода. Ну, понятно, да? Поэтому на сегодняшний день была поставлена задача, чтобы был еще более ультраскораспелый и к тому же еще поставлена была задача перед нами, чтобы томат как можно быстрее отдавал максимум своей продукции. Вот, кстати, сервер-сайс-сот, когда мы делали, мы уже поменяли центр тяжести. Вот вспомните, как вы убираете томаты обычно. Первый сбор по чуть-чуть, второй сбор, третий сбор, потом он раскачегарился, там четвертый, пятый и так далее, да? А тут и цена вниз упала, и вам уже ничего не интересно, да? И вы думаете, вот было бы здорово, если первый-второй сбор был как вот пятый-шестой, да? Наоборот поменять. И вот в сервер-сайс-слот мы к этому подошли. Уже сервер-сайс-слот отдавали за первые, например, три сбора 40% потенциала. 40. Но, например, при урожании 16 кг с квадратного метра он бы мог отдать вам 6-7 кг, так? Если у вас будет ранний продукт, 6-7 кг, чего вам голову ломать? На этом можно хорошо заработать и закрыть теплицу и отдыхать, да? Но в принципе, я говорю, все получалось наоборот. И к тому же в это время Турция начинает поставлять. Тут начинается конкуренция очень большая. Вот мы продолжили эту тему, поменяли центр тяжести, чтобы был ультра ранний томат и еще была дружная отдача раннего урожая. Вот как ставится вопрос. Но для этого нужно было сделать компактное заложение, чтобы между кистями было 1-2 листа, так? Чтобы первая кисть там после пятого листа начиналась. И чтобы томат подводил вам по 2 кисти сразу, не по одной. Тогда пришли на смену дополнения к гибридам сервера Сайслот. Пришли другие гибриды. Вот с этого мы и начнем. Наш гибрид Сэмко-18. Но вообще для вас открою секрет. Если мы гибриду даем название Сэмко, или вы встречаете гибрид с названием Сэмко, вы можете смело покупать эти семена, потому что плохому гибриду мы Сэмко в названии дадим. Иначе вы всегда будете говорить, а Сэмко плохой, да? Ну, к примеру, не будете ли, что Сэмко-18 плохой? Сэмко плохой. Поэтому мы очень аккуратно с названием Сэмко. Кстати, никакая фирма не вводит название своей фирмы в название томата. Обратите внимание. Ну, где вы видели Сингента-200, да? Или там НЗЗА-500. Нет таких. Есть номера и потом коммерческие номера. Мы имеем очень много названий. Нас за это критикуют. И главная критика была, что потребители не разберутся в номерах. Если спокойно, потребитель у нас во всем разберется, лишь бы это выполняло ту задачу, которую он ставит. И действительно, у нас никто не путает ни Сэмко-2005, ни Сэмко-2000, ни Сэмко-1988, ни Сэмко-18, ни Сэмко-2003, например. Все знают, для чего они сложные и куда они подходят. Но если говорить о Сэмко-18, то, по-моему, это идеальный вариант. Я вам раздал газеты. И в газетах есть такая таблица, где написано, как себя вели томаты в Приднестровье, в пленочных теплицах. И обратите внимание, что если у нас гибрид Кати был изначально создан для того, чтобы... Ну, он стандарт в России по скороспелости. Кто бы что ни говорил, то стандартом государство признало сейчас Кати. Это 90-й день в реальных условиях, 90-й день от появления сходов идет сбор. Характеристика, как мы можем, классику. То есть 83, если бы... Это написано так, так? Но реально 90-й. Кстати, в прошлом году на 96-й день от появления сходов пошли первые сборы. Но даже если вы увидите, что Катя была 96-й день и первые сборы, и Сэмко-18 чуть-чуть проиграл на первом сборе, но он вышел во втором сборе в лидеры, и дальше он только наращивал свой потенциал. Поэтому вот здесь... Это не мое фото, я здесь его увидел. Вот здесь показано, сидит очень простой фермер, доволен жизнью при такой картине. Вот на растении примерно 4 кисти у него. Видите, они примерно все вот в одинаковой спелости. Тоже белесый томат. Причем белесость не, вот говорят, темно-зеленый томат, да? Темно-красный цвет. А светлый нет, конечно. Это не обязательно. У перца это больше связано, у томата нет. Такой вот насыщенный красный цвет. И главное, что у нас отдаст 130 граммов. Обратите, 130 граммов. Ну куда еще 130 граммов дать ранней продукции, отвести качество? И еще одна вещь, почему мы вам даем в таблице сахара, кислотность, индексы там и так далее. Есть четкое понимание вопроса. Сахар и кислотность в соотношении 1 к 7. Если мы это выдерживаем, значит это супер томат. Это любой консервщик, кто занимается, вам всегда скажет, они мечтают о таких томатах. И если сегодня сахар, процент сахара больше 3,5, это считается, вот тот вкус, который вы говорили, вот мы в детстве, нам бабушка там угощала, да. Вот, пожалуйста, никаких проблем нет бабушку вспоминать. Возьмите томат, у которого четко там характеристик, 4,5% сахара и кислотный индекс, это и к сахару 1 к 7. И вот то, что вас бабушка угощала, вот все будет в ваших руках. Но дело в том, что все новые гибриды, почти все, а голландские, я уж молчу об этом, да, там не то, что этого соотношения нет, там сахаров-то где-то под 2%, так, еще дотягивает. А уж этого соотношения вообще там нет. Потому что они к этому относятся очень спокойно, потому что они создают гибрид для продажи. Он должен быть красивый, он должен быть транспортабельный, он должен быть устойчивый, а вкус, это их мало касается, причем голландцы чаще всего свое и не едят. Они, конечно, из Испании завозят, африканские, там, где повкуснее. А это продажи идут. Поэтому на сегодняшний день СМК-18 сейчас является лидирующим гибридом, если кому-то нужна в пленочных тоннелях или в пленочных теплицах, детерминатная составляющая, очень хорошая скороспелость, это 90-96 день, в среднем он такие показывает, от появления всходов. Ну, естественно, вы рассадой занимаетесь, ну, у вас рассада 50-55 дней, например, обычно, да, но можете считать, что от высадки рассады, там, наверное, через 30 дней он должен давать первые какие-то, с половинки вещей. Но у вас еще есть биостимуляторы, типа, там, у вас родифармы, бенефиты, свиты, там, я не знаю, что еще есть. Есть возможность убрать от стрессов при пересадке, и, в принципе, вы можете выйти на классический вариант, вот, 90-дневный, да. Вот. А если будете собирать бланжевые спелости и отправлять бланжевые спелости, чтобы он дозревал в дороге через 3 дня, то, может быть, и все 85 дней у вас будет. Но в любом случае, если от нашей фирмы, для тех, кто занимается томатами низкорослыми, как вы их говорите, или мы называем детерминатными, то в нашем ассортименте Сэмко-18 был бы номер один. Второй гибрид этого же класса, это, конечно, Катя. Катя, ну, так внучку селекционера звали, вообще мы не называем женскими именами томаты, но в виде исключения дали селекционеру возможность. У нее две внучки, Катя и Анюка. И мы сказали, ну, хорошо, ладно. Мы уже в компьютеры пошли, куда угодно, ладно. И, естественно, никакой селекционер не даст имя своих внучек тоже плохому гибриду. И я могу сказать, что и Катя, и Анюка, это два гибрида, которые также обладают ультраскалоспелостью, ранней отдачей. Единственное, что у Кати масса плода где-то 120 граммов, ну, и Анюка чуть помельче, но чуть побыстрее. Но в самом главном, я хотел сказать, не обязательно, чтобы я вот скажу сейчас Сэмко-18, и Катя, и Анюка так, и вы сразу скажете, давайте все три. Они вам не нужны все три. В принципе, из этих трех вы можете абсолютно спокойно выбирать один гибрид, но в крайнем случае два. Потому что в теплице обычно мы рекомендуем высаживать два-три гибрида, но лучше три. И дальше каждый гибрид должен выполнять свою задачу. Ну, например, ультраскалоспелость, там, Сэмко-18, следующий, там, крупноплостный, другой гибрид. И четвертый, например, там, на август месяц держит фонд болезни. Ну, я к примеру говорю. Если же вы ставите задачу только ультраранее, то желательно подбирать гибриды ни одного, грубо говоря, не там, где у всех гибридов одна мама, да, только папа решает, потому что придет вирус, начнет маму выбивать, так и все ваши гибриды накроются. То есть должны быть разноплановые гибриды. Вот в этом плане, например, у нас три года назад возник очень большой спрос на ультраскалоспелые гибриды с носиком, или мы называем это заостренной вершиной. И в московский рынок стал платить за носик на 50% доходила цена, больше, чем за красный томат, обычной формы, круглый. Я не знаю, эта мода до вас докатилась, и тогда сразу, ну, первым подхватил это... Моду-то мы создали, это на гибриде Магнус, потому что мы раскручивали Магнус, и нам нужно было понять, как его раскрутить на российском рынке. Он никому не нужен был, ему 25 лет в обед, так? Но нам нужно было кое-какие вопросы решить с деньгами, так сказать. И мы увидели, что у Магнуса при обработке стимуляторами плодообразования появляется носик. Мы это обыграли, и попали точно куда нужно, потому что все с ума сходили с этим носиком. Еще не было гибридов, а Магнус выдавал. Вот Платус Селфс не выдает носик, а Магнус выдает, так? И вот тут, ну, Маштаков Алексей, это сын Маштакова, Анна Харабовна, тогда был гибрид Халли Галли сделал, или там М2, возможно, он приходил. И тоже пошло, и пошло, и поехало. Но там одна тонкость была, что поскольку все делалось с колес, то мы не успели. Носик-то мы сделали, и без всяких стимуляторов плодообразования. Кстати, если носики, томаты с застреной вершины делаются со стимуляторами, то там носище получается такое, знаете, похоже, ну, пусть, если кто-то из Армении есть, такой армянский носище, такой большой нос, не очень хороший. То есть носик – это сортовая характеристика, и он появляется независимо от того, делаете вы или нет обработки. Но в данном случае забыли одну вещь. При такой скоростной работе, то на растение было 60% с носиком, а 40% обычный масс был, плод круглый. И мы потихоньку доходили. Потом мне на 50-летие 50 сделали, так сказать, подхалимаш мелкий был. У 50 было уже 80% и 20% только круглый. И, наконец, мы дошли до ультраскороспелого гибрида с носиком. Сейчас я перейду к полудетам, то есть которые более логичны. Да, они чуть попозже, чуть попозже, срок вегетации у полудет все за 100 дней, это даже не судится, хотя точные даты у вас есть. Из полудет, но раньше мы работали с фирмой The Reuters, и поэтому, конечно, мы давали очень много информации, 16 лет посвятили этой фирме, и можем сказать, что благодаря нам многие гибриды пришли. Но, даже закончив работу с этой фирмой, два гибрида, партнер Semco и Semco 99, эти два гибрида остались в нашем распоряжении, это наши гибриды. И, в принципе, кому нужна очень простая полудета, без всяких головных болей, без всяких проблематик, которая прощает вам почти все, но с массой плода 150-170 граммов, вот такой массой, пожалуйста, Semco 99. На нем, я гордо скажу, уже 14 лет Самарский регион сидит, целые селы сидят на этом томате, и даже хотели памятник поставить в селе Кенель-Черкассы, потому что он там занимает примерно где-то порядка 150 гектаров под пленкой только. Но, в любом случае, это хороший гибрид, единственное, что у полудета, как всегда мы говорим, 45 так, 70 так, ну и дальше, как говорится, работайте на здоровье. Но просто 150 граммов, это такой плод, который и дета может дать, так, и эндета есть. То есть, вот он тут находится на таком месте, но зато у него есть огромный плюс, он нематодоустойчив. По нематодоустойчивости равных этому гибриду нет. И тот, кто бы во втором обороте работал с полудетой, это бы оценил в полной мере. Вот даже многие фирмы пишут, значок N, ну нематодоустойчив. А когда берут вот ученые и начинают проверять, тестировать нематодоустойчивость, оказывается, что это значок, а за этим значком, чаще всего, не все правильно стоит. Так вот, у СМК, но с девятого, несколько раз проверялось, и у него нулевые значения, то есть устойчив. И это вот для второго оборота, я думаю, кто вот, например, делает так, детами закончил, отдохнула теплица, и дальше пошел на полудета, чтобы где-то еще килограмм 8 там, ну, попробовать снять, до ноября месяца. Вот тут как раз СМК-19-й бы мог дать хороший результат, хотя, в принципе, то же самое можно сделать с помощью СМК-18-го и Кати. Ну, то есть, нет проблемы сейчас два круга крутить, накручивать, но я все-таки считаю, что у СМК-19-го, как у любой полудета, большая устойчивость, то есть большая гарантия урожая, и, в принципе, мы бы его не рекомендовали списывать со счетов в вашем регионе, где теплица старого образца, то есть примерно где-то два с половиной метра, два-два с половиной метра, то есть полудета идеально подходит для ваших условий. Так же, как и партнер СМК. Партнер СМК – это томат для тех, кому нужен был 200-220 грамм. Когда он только пришел, это было 10 лет назад, не было вот той системы питания, защиты стимуляции, которая сейчас есть. И поэтому не было вот плантофолов, не было мастеров, не было вот всего микроэлементов вне корневого питания, не было еще капельниц в том чистом виде. И, конечно, любой крупнофоловный томат, чтобы выжать из него потенциал, его надо кормить, поить, лелеять, и тогда он все даст. А СМК, партнер СМК, он был сориентирован на вкус. Знаете, вот такие томаты есть, красные, да, такими золотистыми точками, да, бывает. Это сразу было, это о вкусовых параметрах, это вкусный томат. Но от этих золотых точек, это ощущение красно-оранжевого цвета, так, и на рынке говорят, не, ну нам бы красный бы нужно было, да. Но, пожалуйста, вот сейчас есть свиты, есть другие вещи, которые можно добавлять красноту в томат. Но самое главное, если вы выполняете правильно всю технологическую цепочку, не допускаете ошибок технологических, то томат вам все отдаст. Ведь не обязательно же все время его, вот я почему говорю, вы ставите томат в нечеловеческие условия, а потом начинаете его откачивать, и пинами, и всякими стимуляторами, и так далее. Ну, сделайте ему жизнь хорошую, он вам и так все отдаст. Но, к сожалению, вы ее не можете создать, и поэтому вот приходится вас учить, как в этой тяжелой, беспросветной жизни, так сказать, добиваться хороших результатов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok